Как и обещал ранее, обещал вам рассказать про ТОП-5. Личный мой ТОП-5, который я очень много протестил, очень много на них ловил. Это в основном у нас озера, какие-то мелкие речки с умеренным течением. ТОП-5 воблеров. Да, ТОП-5 воблеров. Это лично, вот скажем так, у меня с собой сегодня всего лишь две коробки, потому что мы собирались сегодня половить карпа, но так как мы универсалы, мы всегда берем с собой что-нибудь. Вот лежали две коробки сверху, и вот ТОП-5 именно, они оказались здесь. То, что работает действительно. То, что можно подбирать, а там аналоги или что-то похожее. Да. Давайте я вам расскажу про бюджетный воблер. Ну как, я считаю, что он бюджетный, 600 рублей, в принципе, небольшие деньги. Вот. Это у нас Pantone 21, Soundo 80F SR. Воблер, то есть воблер работает как и на Stop&Go, это у нас два рывочка, пауза. Пауза может быть до 5 секунд, до 4. Вот в основном, вот именно этот воблер, я не знаю почему, она любит, когда продернешь и останавливаешь его, то бишь он начинает всплывать, покачивая бачками, тем самым щуку то ли раздражает, то ли что-то еще. Давайте следующий. Он медленно всплывающий. Вот. Давайте сразу расскажу про фаворитов. Ну, это уже легендарные орбиты. Весь YouTube ими завален. Они бывают в версиях, как... Вернее, неправильно, извините, пожалуйста. Они бывают в разных размерах, но версии у них у всех SP. Это суспендеры. То бишь, вот этот 80-ник, также у них есть 190-й орбит, потом есть 110-й орбит SP, и сейчас выпустили к большому моему прям радости 130-й. Пока его не приобрел, но обязательно приобрету. То есть топ-2 это орбит. Поехали. Не знаю, Дмитрий, не знаю. Самый знаменитый, наверное, в интернете. Поехали дальше. Вот это было для меня вообще просто открытием. Это у нас Norris. Как он правильно? Lady Minnow RSP. Ты тоже сказал. Это вообще просто, ребят, это японская пушка, которая... Пушка-гонка, да, которая стреляет везде. Давай сразу еще по ценникам, чтобы люди понимали. Дорога это вообще стоит 200-300 рублей. Ну, понтон, вот первый, про который я рассказывал, 600 рублей. Орбит стоит полторы тысячи рублей. Но также есть у нас рыбацкая барахолка. Есть сайт BitBaits. Это всероссийская барахолка, где люди обмениваются, заказывают, покупают новое, продают что-то неразловленное, что-то ненужное. То есть вот этот воблер мне достался за 800 рублей. И так купил. Да, я приобрел его там. А так ценник в районе, наверное, 1300-1400 сейчас. Сколько можно за рыбалку оторвать таких? Ну, тут изначально нужно понимать то, что не то, что там ценник у тебя очень большой. Тут нужно понимать, куда ты бросаешь и как ты бросаешь. Вот сейчас вот реально чуть не получился случай. Чувак ехал с горки, у него на велосипеде откасали тормоза, и он кричал, помогите. Он не упал. То есть вот. Ребята, это топ-5. Я вам еще раз говорю, если нужен топ-10, пишите под комментарии. Я возьму все свои воблера. Возьму даже, которых у меня нет. Я вам покажу, расскажу про них. Это уже пятый развед был? Это третий. А, третий, давай дальше. Да, то есть вот этот цвет зашел у меня в натуралке. До этого был у меня матагер. И что-то был такой красненький. У них очень интересный цвет. Он у меня не работал. Натуралка стреляет везде, на всех прудах. Это как воблер, скажем так, разведчик. Приехал, увидел кустик, закинул. Если нет, можно просто уходить. Короче, всегда работает везде. Да. Опять же, сейчас я вам показываю воблера до 90-го размера, так как я схватил коробку в попыхах 80-ки и эти, как они, 80-ки и маленькие, короче, там 70-ки, 80-ки. Вот, далее. Ну, это вообще японская секира. Это просто классика. Диману даже смеется. Я не знаю. Я его вообще вот прям очень сильно люблю. Это самый первый мой воблер. Купленный, кстати, тоже на этой же рыбацкой барахолке. Вот. У меня их три. Вот именно в этом цвете. Цвет я, к сожалению, не помню, как называется, но расскажу, что это за воблер. Да, ребят, как вы уже можете видеть, это Megabass Vision 95-й. Как мы увидим. Я вижу, что красивый какой-то он. Да, цвет вообще уникальный. Это еще... Старый-старый-старый. Прям вот, я не знаю, ему, наверное, лет 10 точно. Краска хорошо держится, смотри. Идеально, да. Вот на него даже поймал щуки. Но в основном я беру уже поюзанный, который уже там краска подлетела. Но там уже, я не знаю, более, наверное, 30-ти шнурков на каждом висит. То есть там щуки, докило и судачки. То есть этот воблер любит как и окунь, так и щука. Судакан не ловил, потому что нет у нас места особо. Так что, ребят, советую вот этот воблер приобрести. У них также есть цвет Matagir, то есть кислота. Очень интересная расцветка и очень классно тоже играет. Воблер тоже серии SP. Вот, да. И-Ту-Вижн 95 суспендер. Суспендер, да. Давай каждый раз, это и каждый раз так применительно понимает, это медленно погружающий. Да. Сначала смысл в чем? Вот как работать с этим воблером, могу рассказать от АТАЯ. То есть вы его сначала забрасываете, потом медленно погружаете его на дно. То есть, крутите катушками. Он у вас заглубляется. Далее он у вас зависает в воде на глубине где-то 0,7-0,5 метра. Дальше, чтобы его углубить, мы делаем два рывочка, пауза. То есть он у вас уже не всплывает, он у вас просто стоит и качается на одном месте, на глубине, которую ему задали производители. Продолжим. Ну, ребят, тут могут со мной некоторые не согласиться. Это вообще детище японского рынка. Для меня вот лично это самый крутой воблер. Да, это моя маленькая ОСП Асура. Вот. Она у меня в эфке. Это... Эф это размер? Эф это... Разветка? Нет. Это у нас получается всплытие. Он всплывающий. То есть, как я и говорил ранее, я не люблю воблеры эфки, но вот этот, ребят, должен быть в каждой коробке. Крючки разогнутые. Я тут не знаю, сколько уже рыб на него поймал. Вот это вообще... Он стрелял у меня везде. Это вот в основном, получается, озера, речки. Это где до метра глубины. Его бросайте прямо вот там вот в непроходимый ад. Он у вас хоп, сразу сверху выбрал свое рабочее положение. Дернул два раза, он у вас опять быстро всплыл. У него очень широкая амплитуда. Он разворачивается при рывках просто полностью. То есть, некоторые воблеры, они просто покачивают. А этот может развернуться, вот так вот встать. Дернули, он у вас вот так вот встал. То бишь, вообще... И так получается нормально, да? Да, это пушка. Давайте забегу далее. Я надеюсь, Дмитрий, мы снимем обзор. Советую, короче, приобретать вам от этой фирмы ОСП все, что есть. Кроме крэнк. В крэнке не разловил, к сожалению. ОСП. Прямо ОСП? ОСП, да. Дорого стоит? Полторашка, ребят. Полторашка. Ну, а оригиналы бывают такие, эти, копию? Очень много копий на него сейчас. Я брал, блин, не помню какие. Мне вообще не понравились. То есть, игра не та, вес не тот. Там плюс-минус два грамма, воблер уже не так работает. Просто, когда вы ловите японскими воблерами, вы думаете, как бросить вам его, как его провести. А воблера там за 300 рублей и все остальное вы бросаете. Думаете, да, оторвал, да, оторвал, еще куплю. То есть, вы не успеваете даже головой понять, как он работает. Короче, ты в Востоке от этого ананасика. Да, ананасик это вообще супер. Также у нее есть сестренки. Сейчас, наверное, уже... Да, четыре сестры я их называю. Это у нас самая маленькая ОСП Дурга. Ее пока, к сожалению, не приобрел. Вот это, по-моему, размер у нас 90-й, Дурга у нас 80-я. То есть, она тоже есть в Эвке, есть в СП-шке, вы уже знаете, что это такое. Вот. Дальше у нас идет Асура. Это сестренка ее повыше. Она идет 90-й размер, вот сейчас держу ее в руках. Далее у нас идет Варуна. Она идет у нас 110-го. Ребята, это тоже просто бомба. Но так как мы сегодня взяли маленькую коробку, не могу вам их показать. Ну и завершает их не старшая сестренка. Это 130-я Рудра. Рудра это классика вообще. Это миллионы людей уже просто ловят на нее. Это вот воблера, которые должны быть в коробке. То есть, тут невозможно составить топ-5. Потому что всегда новые условия, всегда новые водоемы и разные рыбы. Мы уложились, получается, топ-5 своих показал. Да, то есть топ-5 я своих показал, любимых. Заметьте, я даже не рассказал вам про Риджа. Это уже шестой, ну ладно. Вроде он, да, такой же, как Орбит. Но за счет его вытянутого тела и вот этой вот спинки, я не знаю, рыба вот просто кайфует. Я много брал на него разных копий. Но не работает и все. Вот дай Риджа и все. Это классика, ребята. Z-Baits это классика. То есть у нас что получается? Топовые фирмы это Megabass, OSP, Z-Baits, Pantone 21 бюджетные линейки. Они, кстати, не делают копии ни на это, ни на это. Они делают свою систему. То есть у них вот чисто свои прям темы. Ну, твое личное мнение, вот, Сирок, скажи. Стоит ли покупать, если есть возможность купить один Vobler? Да. Люди у нас обычно купят 4-5. Да. И все оторвут и не поймают рыбу. Но я так предполагаю. Я сам столкнулся с этим. Мне просто пишут в личку, скажи там какие-нибудь Vobler. Я им начинаю говорить. Им, блин, дорого. Я лучше куплю 5 штук. Дружище, ну зачем ты тогда пишешь и спрашиваешь? Покупай 5. Да. И пусть они у тебя хранятся в коробке. Их можно купить миллион. На миллионы. Я узнаю людей, которые просто их коллекционируют, кайфуют от этого. Ну да, это прикольно. Кстати, Vobler это хорошее вложение. Они вообще не теряют в деньгах. То бишь, мониторите, покупаете, храните, 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 храните. Проходит 5 лет. Vobler сняли с производства. Это, допустим, тот же самый Fob 20... Как уже? Pantone Fob. Pantone 21 Fob 21. Я вот не помню размер... Это крэнк обычный, сделанный из бальза. Там что-то внутри у него какой-то вроде как шарик есть. Vobler доходит до 3-4 тысяч рублей. За штуку. Какой-то крэнк вообще. Из-за того, что его сняли с продажи. Это вообще просто... Я вот как раз вижу это все. Это такой смех. Это просто мы сидим и угораем над этим всем. Ну все, ребят, что? Будем прощаться. До новых встреч. Пока.